Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор посылочки Ивановского трикотажа из интернет-магазина TikiTex. Итак, поехали! Вот как внутри у нас все с вами упаковано. Сейчас, если найду сразу накладную, буду цена вам озвучивать. Если нет, буду подписывать. Так, первый лот. Обновляю полотенчики. Беру однотонные, спокойные, такие бежевые, белые, коричневые. И в этот раз тоже взяла коричневый, но такой коричневый. Не знаю, больше похож на темную пудровую розу, если честно. Полотенце махровое, светофор, шоколад. 70 на 140 его размер, производитель светофор. Вот оно, в принципе, да, камера вам правильно передает. Оно такое, я не знаю, ну не очень шоколад, потому что у меня есть полотенце в оттенке шоколад, но оттенок тоже красивый, тем не менее. 70 на 140, стопроцентный хлопок. Сейчас развернем, посмотрим. Такое же полотенчик я взяла в другом размере. Узбекистан или Туркменистан? Туркменистан поплотнее полотенца, Узбекистан потоньше. А здесь у нас не то и не другое, у нас здесь вот светофор. Это... А, это Узбекистан. Нет, это Узбекистан. Нашла этикеточку, это Узбекистан. Они немножко подольше, но тем не менее, они тоже очень мягкие. Большое добротное полотенце, по краям обработано вот так, такой вот лентой, да, а здесь прошито очень хорошо тоже. Или тоже лента? Нет, тоже лента. Классное полотенце, прикольный цвет, в принципе, ничего. Все отлично, никаких тут рисунков, узоров нет, я люблю такие вот лаконичные больше. Ну и такое же уже в размере, сейчас скажу, девчонки, под комплект. Так, 50 на 90, вот оно, тоже такой полотенчик. Так, дальше поехали. Для себя взяла вот такую водолазку, таскать сейчас, таскать, когда еще немножко потеплее, да, водолазки. Это классно, мне понравилось очень, как вот это сидит на модели, вообще ее формат и ее расцветка. Вот полотенце подходит. Слушайте, а полотенце цветом отличается. Видите? Вот это шоколад больше, да, может быть, да. Смотрите, как отличаются. Интересно, хотя из одной коллекции. Так, водолазка женская, Сандра, 56-й взяла размер, потому что мне показалось, что она не сильно тянется, хотя здесь состав 96, полиэстер, лайкор 6. Рост 164, 170, а это обхват. В общем, 56-й размер. Вот такая интересная водолазка, все померяю, покажу. Сейчас, когда уже потеплеет немножко, легенькие курточки одевать. И под легкие куртки я люблю вот именно водолазки таскать, да, или под костюм какой-нибудь тепленький. Не, она хорошо очень тянется. Очень красивая, кстати. За счет лайкра у нее есть вот такой вот легкий блеск. Горлышко, я надеюсь, будет в обтяг. И она больше даже не водолазка, а знаете как? Не свитшот, кардиган, может быть, можно назвать. Потому что, смотрите, какой рукавчик. Вот такой рукав. То есть это у нас не резинка, это материал пришит. И низ тоже так же немножко присборен и пришит. Тянется она изумительно хорошо, очень приятно. Мне кажется, будет красиво. Померяем. Крестюшке хотела собрать комплект на лето, на весну уже, на теплую. Но, к сожалению, не собрала, не было в наличии. Но, тем не менее, все равно будет так классненько сочетаться. Это у нас с вами платьицы, я давно на них смотрю. Сейчас скажу, как называется. Так, это платье. На рост я взяла 80, размер 80-52. Сто процентных хлопок. Предварительная стирка. Обязательно пишут. Я что-то первый раз на это внимание обратила. Так, открываем с вами платьицы. Мне хотелось вот такой вот темненький собрать. Сейчас покажу шортики другие. Но пусть будет вот такой светленький. То есть это вот такое коротенькое платьице для малышки. Есть в разных абсолютно расцветках. Здесь у нас написано с вами Love Baby. Есть блески. И на розочках блески. Одежда для детей GAM. Ну и все. Вот тут вверху у нас с вами одна-две заклепки. И внизу валанчик вот такой вот миленький, красивенький, очень легенький. На ручках получается резиночка. Резиночка. То есть я не знаю, вот если пухленький ребенок, надо брать, наверное, больше. Моя худенькая. И будет отлично. Так, и к этому комплекту шортики. То есть на память, другу говоря, да? Шортики уже распаковала. У нас с вами шорты Bordeaux. Рост 74 шортики. Это у нас одежда для детей Melons. Неплохая одежда. Я уже что-то брала здесь точно знаю. И вот так они выглядят. Смотрите, какая прелесть. Тоже вот на худенького ребенка будет в обтяжку. Скорее всего, резинка. Смотрите, она отворачивается. И она такая достаточно большая. То есть животик исползать не должна. У всех малышей есть животик. Даже у худеньких. Такой милый, классный животик. И вот на этот животик мы надеваем с вами резиночку. Вот они, шортики. Здесь у нас пришита резинка на ножках. Очень миленький. Мне хотелось вот платье в такой расцветке. Было бы тоже здорово. А так получается комплект. У нас с вами под это платье будут вот такие шортики. Но мне кажется, все равно здорово. Красиво будет. У меня две мужских позиции. Первая это брюки мужские футер лайкра. 54 размер темно-синий. Брюк великое множество. Выбирала долго, если честно. Потому что вот, допустим, именно брюками не всем подходит. Кому-то не подходит на резинки и так далее. Я брала на подарок. Здесь брюками. То есть вниз просто подшит. Резинка пристрочена. Даже торчит немножечко. Вот она. Так. Обычные классические брюки. Так. У нас с вами сел пауэрбэнк. Ну, это не беда. Обычные классические брюки. Кармашки здесь у нас есть. И они практически черные. Кармашек, кстати, хорошо очень выполнен. Прошит. Глубокие-глубокие. Люденькие брючки такие. Ну, сейчас, в принципе, можно уже носить. Но нет, будет прохладненько. Это уже на более теплую погоду. Вот такие вот брючки. 54, по-моему, да, я вам сказала. Большие. Достаточно большие. На хороший объем. Такая вещь всегда нужна, правда, мужчина. Дальше очень красивый мужской свитер. Тоже взяла на подарок. Смотрите, вот такой зелененький. С коричневой обработкой. Очень красивый, на самом деле. Цвет хаки. Так, у нас здесь размер. Какой размер, не пойму. Написано. 46-54. А, 54 вон на бирочке. На самой вижу. Но очень красивый. Здесь, вот, да. Здесь есть вышивка, свитер. Артикул 16-26. Сейчас посмотрим. Ой, какой он мягкий. Он невероятно мягкий. Я даже не знаю, что это за материал. У меня уже у меня таких свитров нет. Это у нас с вами Наталья. Мне очень нравится, как там шьют. Классный производитель. Так. И. Ой, такой невероятный, девчонки. Ну, очень мягкий. Это изнанка. Это снаружи. Смотрите. Он безумно мягкий. Прям вот вообще. Вот так он выглядит. Обработана горловина. Смотрите, как красиво, да? Сочетание цветов. Там есть в разных цветах разное сочетание цветов. И здесь у нас вышивка. Вот такая интересная. Рукавчик. Тоже классно. Смотрите, как сделано. Интересно. Получается, у нас здесь внутри пришит вот этот коричневый материал. Даже если делать подворот на рукаве, будет смотреться очень интересно. Классный свитер. Надо уже такой брать тоже. Вообще суперский, девчонки. И внизу резинка. Я прям хочу его померить. Он такой уютный, комфортный. Сейчас тоже померю. Потому что на подарок своим брала. Они будут не против. Такой интересный. Вот я не могу даже передать на ощупь тактильно. Вроде это и вязка, а вроде и не вязка. Очень комфортный. Знаете, такой как плед. Уютный и комфортный. Вообще крутецкий. Но горловину бы еще побольше. Вот у меня, допустим, папа, он не любит, когда вот так вот под горло. Ему надо, чтобы было пространство для движения, чтобы он мог нормально дышать. Да? Ну, он очень классный. Но имейте в виду, он не тянется почти. Он очень плохо тянется. Он практически не растягивается. То есть вот 54 на мой 52 сел в облипку. Я вам сейчас покажу все. Сел в облипку. Поэтому, если хотите... Ну, для меня это облипка. Я люблю, когда по свободней вещи, да? Он достаточно длинный. Он прям попу скрывает, да? Если натянуть. Длинный-длинный. Очень красивый. Рукав тоже длинный. На высоких мальчиков подойдет. У меня у самой почти метр семьдесят рост. Поэтому на высоких мальчиков подойдет. А здесь у меня рукавчик с подворотом. Вот мне с подворотом. Сейчас красиво сделаю как раз. Смотрится здорово. Мне кажется такой, знаете, и в первый в мир, и на выход. И вообще очень красивый. Себе оставить. Классный. Прям рекомендую. Причем к этому свитеру присмотреться. И мальчишки особенно. И горловины. Все так стильненько выполнено. Здорово. Очень приятно и тактильно. Смотрите, вот показываю вам ткань мужского свитера. Какая она интересная. Как он интересно выполнен. Так, это изнанка. Такая вот. Ну и так ощущение, что как будто вот есть... Ну не шерсть, нет. Что-то такое мягенькое-мягенькое прям. Водолазка. Цвет бомба, правда? Вот воротничок длинный. Можно как бы присборенно его так оставить. Как-то присборить, да? Носить, чтобы вот прям плотненько, хорошо прям до лица. А можно подвернуть. Вон в обтяжечку очень классно. Вообще супер. Или вот так подвернуть его носить. Можно. Прямо облегает горлышко очень хорошо. Здоровская. Свободная. Свободненькая такая. То есть, опять я говорю, это не водолазка больше, на мой взгляд, а вот что-то типа кардигана, да? По рукаву. Вот так мне. Да, видите, он такой вот тоже присборенный. Тут у меня часы обтянулись. То есть, рукавчик мне вот в самый раз. А плечики? Ну, плечики, плечики. Чуть-чуть поменьше можно было бы. Ну, такая, может быть, моделька. Такая задумка. Так, по длине. По длине. И вот такая длина. То есть, до середины, наверное, попа. Да. Но мне кажется, вот эта вещь будет классно смотреться, когда достаточно тепло с какой-нибудь юбочкой. То есть, сверху вот так на резиночку присборили, да? Косточку. Присборили вот так. И какая-то юбочка. Вот тут вот сборится возле горла. Почему? Не знаю. Ну, обносится. Вещь обносится. Вещь классная такая, гладенькая и блестящая. И вроде как тоже праздничная. Можно чем-то украсить там каким-нибудь, какой-нибудь бижутерии. И будет смотреться очень красиво. Мне нравится. Комфортная такая вещь. Под курточку тоненькую тоже одеть. Даже не застегивая. Будет смотреться симпатично. И горлышко. Удобное тоже в обтяжку. Можно, мне кажется, еще покороче его даже сделать. Поиграться. Так даже посимпатичнее будет, да? Вот так чуть-чуть покороче, да? Вот. Да, другое дело. Совсем. Классная кофточка. Не пожалела, что взяла. Прям очень интересная модель. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой заказ на этот раз у меня был в магазине TikiTex. Ссылки все я вам оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.